Доброго вечера, мы из Украины. Ну что, поехали? Как и в прошлом видео про Байрактар, уже успела завируситься песня и про джавелин. США поставляют Украине джавелин с 2019 года. Мы впервые закупили джавелины в США. Это действительно для нас знаковый контракт. В переводе с английского джавелин это копье. И джавелин считается одним из самых современных комплексов в мире. Ракеты способны поражать как бронетехнику, так и укрепленные объекты с расстояния более чем 2 километра. Джавелин разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение армии в 1996 году. Запускаемые с плеча противотанковые ракеты комплекса джавелин оснащены инфракрасной головкой самонаведения на цель. Это позволяет реализовать принцип самонаведения «Выстрел и забыл». Благодаря небольшим размерам и малому весу, это оружие отличается высокой мобильностью при использовании. Комплекс состоит из двух частей. Командно-пусковой блок и расходуемый выстрел. Командно-пусковой блок используется для поиска и идентификации целей. Поиск осуществляется с помощью дневного или ночного канала. Вне зависимости от времени суток, ночной канал является основным. В этом режиме производится отображение в визоре из картинки с помощью тепловизора. Для питания пускового блока используются универсальные аккумуляторные батареи. Вторая часть джавелина – это ракета в герметичной пусковой трубе, включающая в себя батарею и хладоэлемент на сжиженном газе, который охлаждает головку самонаведения и препятствует ее перегреву. После выпуска ракеты она может наносить удар в двух режимах. Вбор танка – прямое попадание. И второй режим – это взлет на высоту и поражение танка прямо в люке. Там более тонкая броня с крыши. С одной стороны, это позволяет легче ее пробить кумулятивным зарядом, но с другой стороны, сокращает количество осколочного материала, уменьшая степень поражения экипажа и оборудования танка. Джавелин выигрывает в поединке с танком почти со стопроцентной вероятностью. Джавелин очень легкий. Масса комплекта, включающая в себя ракету, трубу и командно-пусковое устройство, весит всего 22,3 кг. Стрельбу может вести как один человек, хотя стандартный расчет – это два бойца. Длина джавелина составляет 1,20 м. Можно стрелять, сидя, лежа, стоя, с упором на что-то или без него. И можно стрелять из закрытых помещений, так как ракета выталкивается стартовым зарядом, а потом на безопасном расстоянии включается двигатель. Обычно после выстрела бойцы могут сменить позицию или произвести перезарядку. Даже в случае движения цели ракета ее преследует, и благодаря тепловизору выстрелы можно проводить в любое время суток. И какая же стоимость выстрела из джавелина? Сам командно-пусковой блок стоит порядка 150 тысяч долларов и 80 тысяч долларов выстрел. Но при стоимости танка в миллионы долларов, обычно до 5 миллионов, это соизмеримая цена, ведь вероятность уничтожения цели более 90%. До 2000 ракет и до 1000 пусковых блоков, по открытым данным, поступило в Украину с 2019 года. Хотя новые поступления ПТРК в любом случае будут засекречены в целях безопасности. Поделитесь этим видео с одним человеком, если оно вам было интересно, и поддержите наш флешмоб. Все, кто досмотрел до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы «Доброго вечера, мы из Украины!» и до встречи в новом видео. Всем пока!